Гимн труду. Под таким названием в культурно-выставочном центре «Радуга» стартовал специальный проект о его смысле и значении в нашем сюжете. Столевары, вальщики леса, строители, механизаторы. Список представителей рабочих профессий велик. Многие из них нашли воплощение в живописи времен социалистического реализма. Репродукция советских художников – это и есть гимн труду, ведь когда-то вся наша страна была огромной стройкой. На выставке представлены воспроизведения классической живописи и плакатного искусства советского периода. Представлены замечательные работы знаменитых русских художников Аркадия Пластова, Александра Самохвалова, Владимира Маковского, где запечатлена деятельность трудовая на стройках, на отказских станках, на поле. Ретроспективу славных страниц трудовой истории писали и в республике. Уникальные фонды представил Госархив Чувашии и Музей Чебоксарского механико-технологического техникума. Строительство текстильного комбината, гидроэлектростанции на Волге, возведение новых жилых массивов столицы Чувашии – рекордные урожаи. Героические будни жителей тоже нашли отражение в нашем искусстве. Кстати, проект «Гимн труда» – победитель конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций Чувашии. Это нужный проект. И это выставка, которая синтезирует себе и в том числе действительно раритетные вещи. Это знамена, это награды у тех, кто трудился, как стахановец, который трудился, перевыполнял норму в два раза. То есть это было не 100%, а 200%. Мы говорим о том, что нужно чтить тех, кто когда-то постарался до последующих поколений. Для нас с вами. И мы, по сути, живем на том, что они создали. Мне кажется, в первую очередь это нужно показывать молодым людям, чтобы они знали, что... Сегодня маленькие детки выступали, что каждая профессия важна, и роль каждого человека важна в государстве. Не важно, ты пока маленький человек или ты большой. Не важно, ты учишься в школе, но ты уже трудишься, ты уже стараешься как можно больше впитать в себя знания. В этом проекте участвуют 13 районов республики. В каждом из них есть свои герои в достойной памяти. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.